Моя страница Там такие ошибки, что я должен вам зачитать их. Я не очень был грамотным всегда. Я закончил Московский авиационный институт, инженерный вуз. Я не очень хорошо учился по русскому языку в школе. Но даже я слово сейчас писал вместе. Вы думаете, это случайность? Нет. В пяти письмах это. Здрасте. В семи письмах здрасте через С. Здрасте. У меня такое ощущение, что вот эта молодежь аттестаты получила с ошибками тоже. Слово теперь. Пять человек написали через И. Теперь. Девять человек. Решение через И. Просьба. Трое через букву З. Просьба. Извините. Извены. Это 60% молодых людей пишет. Извините. Невинные люди раздельно, потому что вместе многие пишут. Вы представляете? А слово «не было бы вместе». Вы видели когда-нибудь написанным? Не было бы. Это монстр. Не было бы. Это детей пугать перед сном. Не заснешь, к тебе не было бы придет. И рядом вдруг «откуда ни возьмись». Тоже в одном слове надо написать. Вообще рекордсменкой по безграмотности на Руси считалась императрица Екатерина I. Но она действительно была ливонской проституткой. И ей простительно. Она в слове из трех букв, в приличном слове «ЕЩЕ» делала четыре ошибки. Она писала «ИСЧО». В почте, которую я получил, этот рекорд был побит. Одна деваха написала слово «ВОБЩЕ» следующим образом. Читаю медленно, чтобы было понятно. ВОА-ТИРЕ-БЧЕ Я не знаю даже, как посчитать количество ошибок. ЕЩЕ порадовал пацан. Вместо благовония написал «Благовоняние». Причем он не шутил, потому что он пытался меня оскорбить этим словом. Вот еще тоже подарок был мне в письме. Взаимосуществование было написано так. Вы простите меня, я буду читать, как написано. Но так бы я не стал озвучивать такие слова. Взаимосуществование. Ну и все рекорды. Побило слово через букву «Е». Хирург. Я написал сразу автору этого письма. Молодец. Хоть нераздельно написал это слово. Вместе. Я не отвечал им. Я действительно не обижен на них. Ну, они искренне письма написали, потому что не искренне так оскорблять нельзя меня было. Но я им не отвечал, и они как-то стали утихать. Через три месяца, в общем, вся эта ненависть у них поостыла, а я без них уже жить не могу. Мне скучняк какой-то это все. Я думаю, ребят, нет, я вас так не отпущу. Я собрал все эти ошибки, выписал и послал им на форум на один туда. И вторая волна на меня. Опять плакаты повесили, плевать стали с разбега. Выпустили туалетную бумагу с моим изображением. Вы можете себе представить? Скажите, вы понимаете, что мне легко жить, а им тяжело. Они шесть месяцев ненависти к одному человеку, полгорода. Ну, кому тяжело жить? Конечно, бедолаги с рабским мышлением, даже жалко. А вот сейчас будет по телевидению, они снова на меня в суд подадут. Разбег длиннее сделают, чтобы еще бодаться будут в мой портрет после этого. Ну, что вам сказать? После того, как вторая волна такой ненависти ожила ко мне, мне стали тоже прицелать письма. Один пишет, я грамотный через два М. Ну, один просто действительно побил все рекорды. Я не такой, пишет он, первая буква, простите, П. Я не такой безграмотный. Я ему тоже написал, молодец, что вторая буква Е, а не И. Все-таки еще есть надежды, что у тебя что-то хорошее в жизни будет. Знаете, конечно, это явление не только во Владивостоке, оно во всей России. Безграмотность молодежная поразительна. Как мы получили...